Всем большой привет! Начинаем новый влог. У нас сегодня какой день, Минан? Сегодня какой? Что за праздник? Новый год. Мы сейчас едем в центр, отводим Миланчика. Сегодня у меня будет день Транкиль. Мы не будем никуда не спешить, никакие рубать салатики. Что-нибудь, конечно, приготовим. Салатики будут, но немного. И спешить мы никуда не будем. Я сейчас проверю почтовый ящик, а Миланчик вам быстренько расскажет историю, связанную с его новогодним подарком. Давай быстренько, Миланчик, рассказывай. Ну, знаете, мне Дед Мороз сделал такую машинку. Нету пока что. Осталось мне один джиг, но мы его нигде не нашли. Так что надеюсь, что Дед Мороз не нашел. А ты сказал, что это мама провернула вчера операцию по поиску? Да. Ты сказал, да? Что я, представьте, мне пришлось звонить этим лютанам, то есть которые эти гномики, или как они, которые работают с Дедом Морозом. И мне пришлось им объяснять, что вот пришел подарок, но хотели бы сделать большую машину. Нигде не можем найти, что пожалуйста, если есть еще такая возможность, попросите у Деда Мороза дополнить. И вроде бы как они согласились. Вот сегодня ждем, сказали, придет по почте. Пока что нету, Миланчик, я проверила. Надеюсь, что вечером, когда будем возвращаться из центра, твой подарочек прилетит из Северного Кольца. Ну, конечно, это же далеко, правда. Так быстро не может, по-любому. Едем, значит, сейчас в центр, а потом мы с Адрианчиком прогуляемся немного. Зима еще в самом разгаре, а мы уже третий комбезик меняем. Был сначала на 9 месяцев, потом на 12, сейчас вот на 18 я купила новенький, красный. Идем, там еще рынок сегодня, оказывается, был, мы сейчас в Дувиле. Хочу купить цветную капусту, если еще не поздно, они сворачиваются. Потому что на вечер буду делать гротан из цветной капусты. Вот, потом мне надо зайти в магазин косметики. Хочу купить карандаш для глаз, который я все время покупаю, потому что у меня сейчас есть скидка. Зайду, посмотрю, если он будет, расскажу вам, чем я крашусь. Посмотрим сейчас цветную капусту. Складывается уже, но сейчас спрошу, если у них есть еще цветная капуста. Вот тут овощи. Купила две маленькие цветные капусты и мандаринок. Сделаем кружок и заедем по-быстренькому в магазинчик за карандашом. Смотрите, какая очередь. Здесь находится магазин готовой продукции. Я вам показывала уже, например, какие-нибудь паштеты, салаты, выпечка. Смотрите, какая очередь стоит, чтобы купить уже все готовое на стол. Тут готовится курочка. Какие-то магазины еще закрыты, потому что обед что-то открыто. Сегодня все закрывается раньше. И у Миланчика лагерь будет до пяти, а не до шести, как обычно. Была такая хорошая погода, солнышко. Мы только вышли на пляж. Пошел дождь. Так что быстренько в магазин. И возвращаемся домой. Будем готовить новогодний спокойный ужин. Все время, когда иду здесь, мимо прохожу бутика с сырами. И стоит такая вон рядом, что никогда бы не подумал, что это сыры там продают. Очень воняет. Ребятки, это даже не дождь пошел, а снег мокрый. На Новый год пошел снег в Дувиле. Сейчас вся коляска будет мокрая. Не взяла защиту. Ху-ху-ху-ху-ху. Сана Мокла. Град. Снег. Ой, посмотрите на меня. Домой. Скажи, мама, ты что, ку-ку? Скажи, срочно домой в Грецко. Едем. Сколько у нас сейчас времени? Сейчас два часа восемнадцать. Короче, два двадцать. Как раз у нас есть время, чтобы Адрианчик поспал еще. До того, как заберем Миланчика из лагеря. И что-нибудь приготовим, как я уже вам сказала. Едем домой. Приехали домой. Я надеюсь, что сейчас кое-кто Акима орнет вот эти финтифлушки в колготках, потому что под комбизик мы не одеваем штаны. Жарко. Ну, пока он будет спать, я займусь готовкой. Что-то хотела вам еще сказать. И забыла. Да, кстати, надо не забыться. Пойти положить в почтовый ящик Миланчику его игрушку. Вот такой вот джип, смотрите. 7 Plus собирает запросто. Сам садится и собирает. Вот я ему купила на Новый год такую гоночную. Даже не заметила. Видите, написано, что джип плюс вот эта гоночная. Получается вот такую вот. Он хочет большую собрать машину. Я даже не знаю, что это такое. Много колес. Но вот ему очень хочется. Еле нашла. А все магазины оббегала. Еле нашла. Так что, Миланчик, если ты когда-то будешь смотреть это видео, знай, что мамочка тебя очень любила. И ради тебя шла вот на такие вот приключения. Все, иду класть в почтовый ящик. Смотрите, как играют настоящие мужчины. Машинки уже в 9 месяцев обожает. Смотрит, как крутятся колеса. Ну и как падают тоже, скажи. Да. Все, идем кеморить. Идем, идем. Скажи, мам, ты подсматриваешь. Ну что ты подсматриваешь, скажи, мам. Кстати, тут стоит пакет. Могу вам показать заодно. Один из подарков на Рождество, который сделал мне муж. Эта коробка. В ней находятся полуботинки. В том году он мне тоже дарил полуботинки. И тоже дарил неправильного 38-го размера. Я ношу 39-й. И в этом году он сделал такую же ошибку. Купил 38-й размер. Но они очень красивые. Мне понравились. Смотрите, они укороченные. Небольшой такой каблучок совсем. 38-й размер. Кожаные. Мне понравилось, что кожа с таким рисунком красивым. То есть мне они очень понравились. Но 38-й размер. Надо съездить, поменять. Вот он приедет на выходные. Съездить, поменять. Ну, или мы вместе поедем гулять. И тогда поменим. Главное не потерять чек. Потому что у нас тут хозяин не теет. Мальчик, который может, скажи, я все выброшу. Все, что не на местах, скажи, все, мама, потищу. Знаете, как еще много зависит от того, высыпаешься ты или нет. У нас на той неделе было несколько тяжелых ночей. Прям очень тяжелых. В 3 часа Адрианчик просыпался. И вот где-то до 6-ти, до половины седьмого мы бодрствовали. Я так думаю, что это все-таки, наверное, зубы были. Я ему и мазала, и давала кармазинчик. Но не сильно помогала. Я, соответственно, не высыпалась. Утром было очень тяжело подняться. Миланчик встает рано. Где-то максимум год в 8 он просыпался. Чувствовала себя. Я, конечно же, не очень. Жизнь потеряла краски. Вот сегодня выспалась, и все. Я опять полна сил, энергии. Опять хочется делиться с вами хорошим настроением, позитивным настроем. И, конечно же, я надеюсь, надеюсь, что Новый год принесет нам очень много хороших новостей, положительных эмоций. Потому что надоел негатив. Хочется, хочется чего-то реально позитивного. Иду сразу, чтобы не забыть. Положу в почтовый ящик подарок Милана. Смотрите, я ехала. Было серое небо. Прошло буквально минут 20. Посмотрите. Вот она, Нормандия. Голубое небо через 15 минут. Хочу вам показать еще. Сейчас курьер принес посылки. Говорю тихо, потому что уложила спать Адриана только что. У Милана сегодня будет настоящий русский Новый год. Потому что будут снова подарки. И потому что будут русские салатики. Это я ему заказала кроссовки. Вот сейчас где-то на весну ближе. Красные, как он хотел, Найки. Это я коробку срезала случайно. Смотрите, что она такая будет. Очень довольный. Очень любит красный цвет. Ну и красные кроссовки. Это его must-have. Начались уже распродажи в детских магазинах. На сайте марки Сихжалмажок. Я купила на лето ему вот такой вот комплектик. Бермуды. То есть удлиненные шорты. Здесь, видите, они подворачиваются. И пола. Пола 8 лет. Бермуды 7 лет взяла. Будет ему как раз. Желтого цвета. Он любит. Будет носить. Покажу вам еще сейчас. Это Адрианчику я взяла на сайте Зары. Пока что только носки. И штанишки. Ему взяла такие. С Микки Маусом. Пока что все. Надо купить еще маечки. Ну, то есть мне еще надо Адрианчику много чего докупить. Так что это было чисто так. Маечки. Маечку еще заказала. Смотрите. Вот. Тоже на весну. На нашу нормандскую. Дутую жилетку. Без рукавов. Мне нравятся эти жилетки такие. Надевать, когда не сильно холодно. Но есть какой-то прохладный ветерок. То есть надел, например, какую-нибудь легкую кофточку. Наверх жилет. И уже намного теплее. Ничего не задувает. Опять же, красного цвета. Ну, вы поняли. Будет с кроссовками. Вообще, смотрите. Парень какой. Так. Это жилет. Потом ему купила кофту. Теплую. На 8 лет. Очень хороший состав. Есть в составе шерсть. Так что она будет действительно теплая. Серого цвета. Но ничего. Разбавим красный. И купила ему еще вот такое. Даже не знаю, как сказать. Пальто. Это очень оно мне понравилось. Такие пуговички здесь. Оно утепленное. У Милана есть куртки. Даже несколько. Но вот это будет первое в его жизни пальто. Понравится ему или нет. Сейчас приедет из лагеря. Померяем, посмотрим. Но мне очень понравилось. Мне захотелось ему купить такую вещь. Знаете, чтобы была уже и не сильно какая-то взрослая. Это взрослое пальто такое строгое, например, какое-нибудь. Ну вот мне захотелось чего-то вот такого. Да, я чуть не забыла вам показать на сайте Vinted. Я купила ему две рубашки. Это рубашка Пола Ральф Лорен. Смотрите. Точно такая же рубашка, какую носит его папа. Во взрослом варианте. Очень-очень классная. И я купила еще, не знаю, вот эту марку Filo & Co. Ну тоже очень классная. Такой приятный материал. Абсолютно новое. Что вот это белое, что вот это на 8 лет. С каким-то человечком. Я люблю, когда Миланчик надевают рубашки. Так что думаю, он будет доволен. Вот столько сегодня у него подарков. Приехали за Миланчиком уже. Сейчас он придет, расскажет, как было. Можно. Заправили бензинчиком. Милан, как было в лагере? Супер. Супер? И знаете что? Тетя, которая мне посрала эти кроссовки красные, она мне даже чубачу поражила. Да, повезло тебе. Едем домой. Ну что, идем смотреть, поставил ли Дед Мороз что-нибудь. Ну, Миланчик, я надеюсь, честно говоря, за тебя. Прикрой немножко, Милан, эту кофту. Милан, холодно. Ну подожди, сейчас я открою. Сейчас. Ой, сейчас, сейчас. Подожди. Ой, ключ не лезет. Оп. Мне ничего нету. А, нет. Что-то есть. Круто! Ну как, ты доволен? Да. Блин, ну все-таки он прислал, правда? Да. Ну как? Классно? Ну мне очень нравится. А тебе? Повернись. Круто. Повернись. Очень, смотрите. Супер. 8 лет. Повернись, Миланчик, впередом. Тепленькая, правда? Да. Очень красиво. Давай сейчас другое померим. Смотрите, тоже 8 лет, жилетка. Да, военный. Она небольшая, Милан, ты знаешь? Чуть-чуть, да, большевата, но на какую-то кофту будет как раз. А? Да. Покажи, стой. Отойди. Подожди, стой. Повернись. Очень хорошо, супер. Повернись. И красная. А кроссовки ты видел? Кроссовки еще одень, давай померяем. Покажи. Твой размер. Повернись немножко боком. Не жмут? У-у. Покажи. Дай сзади палец. Су-у. Су-у. Су-у-у. Точно не жмут, Милан? Да, точно. Покрутись? Круто? Да. Ну, супер. Ой, осторожно. Ну, супер, правда? Да. Доволен? Да. Усеньку? Я даже на ноги оставлю. Лайфхак от мамы двоих детей без какой-либо помощи. Если вам надо что-то приготовить или, в общем, что-то, я не знаю, сделать, чтобы детки вас не отвлекали, смотрите. Смотрите. Одному даем яблочко, он будет занят, а второму даем новое лего. Милан уже, наверное, минут 20 занят. Так что у нас пока что тишина. Милан, иди сюда. Ты в кроссовку сегодня будешь спать, Милан? Да. Все, потом. Да, я не могу. Снимай кроссовки, папа потом придет. Нет, нет. Нам, кстати, еще знаете, что... Нам сейчас надо ехать за папой, потому что он уехал на работу на машине, а возвращается на поезде. Так что нам надо встретить его, съездить. Во Франции уже будет комендантский час. Надеюсь, что нас никто не остановит, но у нас есть причина. Все, у меня все готово. Сейчас едем встречать мужа, только покормлю Адрианчика быстренько. Вокзал у нас в 10 минутах от дома, так что нормально будет, быстро. Смотрите, у нас будет супер простой Новый год, вернее, меню новогоднее. Здесь я поджарила картофель вместе с грибами. Грибы есть и лисички, есть и опяты, и белые. Я покупала смесь такая, вот видите, опенок лежит. Здесь белые. Вот, будет очень вкусненько. Здесь у меня индейка запеченная на луке. Очень тоже просто все. Единственное, что у меня индейка не целиком. Я купила огромную тушку, но подумала, что нам будет много. Поэтому я ее разрезала. И здесь запекла половинку. Доготавливается гротан из цветной капусты. Постругала рисовый салат. С крабовыми палочками мы очень его любим. Все. Хотела сделать еще шубу, но уже не хватило времени. Сделаю на наше Рождество. Как раз я там продумала рыбное меню. Что еще сделала? Небольшие закусочки сейчас вам покажу. Ну вот, в принципе, и все. Вот такой вот у нас будет Новый год. Главное, чтобы по-домашнему вкусно. Ну и весело. Грустить не будем. Сейчас еще принесу индюшку. Мы уже дома. В общем, все просто. Гротан из цветной капусты. Картошечка с грибочками. Подожди, я что-то скажу. Мы не дома, а мы в отеле. Скажи, что ты всех поздравляешь с Новым годом. Мы встретим Новый год и все с настроением. Да. Милан, а что ты всем желаешь в Новом году? Чтобы у всех было все, что они хотят. Очень хорошо. Спасибо, сынок. Остатки роскоши после Рождества. Короче, все просто. Но я и хочу, знаете, чтобы... Как говорится, как встретишь Новый год, так и проведешь. Чтобы в Новом году все было просто, все было доступно, понятно, без каких-то там замысловатостей. Хочется обычную нашу жизнь, которая она была. Всем приятного аппетита. Мои мальчики. Вчера, признаюсь вам, до полуночи мы не дождались. Я думала, приедет муж. Мы как-то взбодримся. И все-таки дождемся 12 часов. Но нет, он пошел спать, наверное, в полодиннадцатого. Дети, конечно, раньше. Адрианчик первый. Потом Милан с нами поужинал, пошел спать. Я где-то, наверное, до одиннадцати продержалась. Но потом тоже пошла все-таки спать. Слышала, бахали, наверное, соседи что-то взрывали. Мы, короче, вот так. Ну, у нас маленькие дети. Что сделаешь? Устаем. Ну, покажу вам. Пришел мне такой очень приятный подарочек. Сегодня утром принес курьер. У меня появился, как сказать, друг или... Не знаю, в общем. Не важно. Это подарок не от родственников, не от мужа. От одного человека. Сейчас покажу вам, что в этом пакете. Там есть кое-что личное. Но я покажу то, что не личное. Скажу вам честно, что перчатки я не носила уже, наверное, последние лет, наверное, восемь. Во Франции я ни разу не носила перчатки. В Беларуси надевала, конечно, когда холодно. Но тоже не так часто. Я очень рада, что мне прислали такой подарок. Потому что в Нормандии перчатки очень нужны. Я уже вам говорила, что здесь высокая влажность. И если у нас даже, скажем, плюс пять, то чувствуется, как все минус пять. Потому что ветер, опять же, влажность. Когда гуляешь по пляжу и катаешь коляску, руки реально замерзают. Это такие, не знаю, перчатки. Можно сказать, что немножко в ретро-стиле. Но они из стопроцентной шерсти. То есть они тонкие. У меня как раз темно-синий пуховик. Мне будет отлично. Тонкие, приятные, не колючие. Но и думаю, что как раз на такую нашу зиму будет замечательно. Перчатки. Сейчас сразу положу себе в сумку. И еще, смотрите, мне прислали набор косметики от марки The Body Shop. Честно говоря, я ни разу ничего не пробовала от этой марки. Один раз, наверное, в Duty Free я купила себе какой-то, наверное, скраб для тела или что-то. И то, не помню, понравился он мне или нет. В общем, сказать про нее ничего не могу. Хорошо или нет, буду пробовать. Рада, конечно, такому подарку. Очень приятному. Сейчас вам расскажу, что это. Ай, вот еще. Вот такой вот наборчик мне прислали. Это крем для области вокруг глаз. Он дневной. И он с какими-то мерцающими частичками, которые делают вот эту область вокруг глаз, если там синячки или что-то еще, более свежее. Привет, Милантик. Что хочешь показать? Две ракеты. Вау! Две ракеты целых. Сейчас на свету снимаю и вижу, какая камера у меня грязная. Боже мой. Сейчас протру. Сам сделал? Да. Сейчас будем обедать. Даже вот это, это не очень ракета, а это тоже. Ага. Здесь вот это все, это похоже на ракету. Только это не ракета, а это навет, который на ракете. Ты что? Серьезно? Вау! Молодец, Милана. А здесь я даже огонь сделаю. Молодец. Очень красиво. И здесь. Да, как настоящая ракета. Молодец, Милан. Чтобы послать радио здесь. Чтобы послать радио? Сигнал? Ага. Ну, вообще супер. В общем, такой кремик, и он там идет в тюбики. А, да, вот наносится вот этой штучкой, его можно в холодильник ставить. И потом, когда вы наносите вот этой штучкой, еще делается такой небольшой массажик холодненькой. И убираются при пухольте. Ну, я не знаю. Я буду пробовать вроде как так. Так, пока что вам рассказываю, как должно быть. В этом наборе еще есть вот такой гребешок, деревянный. Это очень классно, потому что у меня есть один. Я использую его уже довольно долго. Я, знаете, что делаю? Беру эфирное масло какое-нибудь, любое. Наношу буквально там одну капельку, куда-нибудь сюда вот капаю и расчесываю волосы. Это очень-очень классный массаж для волос. Попробуйте сделать так. Но нужна именно деревянная расческа, деревянный гребешок. Дальше какие-то, что это такое, что-то типа тоника, лосьон, который наносится, вот вы умыли лицо. Потом берете несколько капелек этого лосьона и наносите на лицо. Не смывайте. Он такой довольно густой. Видите как? Омолаживающая эссенция, лосьон, какой-то там концентрат молодости. Три выжимка из трех растений. Давай, сынок. Попробую. Сколько здесь миллилитров? 160. Маска увлажняющая для лица. И это ночная маска. Я очень люблю ночные маски. Единственный косяк у них это то, что пачкается подушка. То есть, конечно же, надо какое-то полотенчико подкладывать. А так мне очень-очень нравятся ночные маски, потому что их наносишь, ложишься спать. И в большинстве своем они действительно имеют какой-то эффект. Просыпаешься более свежий. Большая банка. Сколько здесь? Кстати, эта косметика не тестируется на животных. 75 миллилитров. И вот такой наборчик. Здесь... Узнали вообще, что это за растение? Здесь... Подождите, сейчас открою. Здесь пилочка для ногтей и крем для рук. Я сейчас становлюсь как француженка настоящая. У меня крема для рук лежат везде. И возле кровати, и в ванной, и в сумке. И вот еще один куда-нибудь сейчас положу. Руки сохнут безбожно, потому что холодно. Потому что все вот эти очищающие гели для рук, которые мы используем постоянно, они, конечно, очень-очень сильно сушат кожу. У меня никогда такого не было, чтобы вот здесь вот, между пальцами, прям кожа была почти потресканная. Чтобы вот здесь вот, смотрите, сейчас, не знаю, смотрите, как видите, кожа сухая и тоже такие, как микротрещинки. У меня никогда такого не было. То есть сейчас надо мазать, увлажнять. Небольшая упаковочка, 30 миллилитров. А, даже написано для очень сухих рук. Что здесь из конопли? Кстати, я уже попробовала его нанести, открыла. Очень быстро впитывается, не оставляет жирной пленки, как я не люблю. Руки не скользкие потом после него. И пахнет реально вот такой вот запах конопли. Я надеюсь, что у меня сейчас YouTube не забанит за это слово. Вы у меня спросите, наверное, Наташа, откуда ты знаешь, как пахнет конопля? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я сама задумалась. Не знаю, откуда я об этом знаю. Но запах реально конопли. Не знаю. Никогда не пробовала в своей жизни ничего такого. Так что не знаю, откуда мне это известно. Вот такой вот наборчик. Там даже в пакете не буду показывать, что это очень личное. Вот буду с удовольствием пробовать. Так что спасибо большое за приятный подарок. Мне было очень приятно на самом деле проснуться и получить вот такую вот посылочку. Большое спасибо. И перчатки сразу отправляются ко мне в сумку. Все, на этом я заканчиваю. До встречи в новых влогах. Не забудьте, пожалуйста, подписаться. Поставить лайк, если видео вам понравилось. И большое спасибо за внимание. Надеюсь, что этот Новый год, 2021, принесет всем нам много-много-много приятных событий, хороших, радостных новостей и много-много путешествий. Всем вам большого здоровья, крепкого. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok